Что мешает повышению престижа географического образования? С чего начать поиски затонувшего судна Жанетта, экспедиции Делонга? Эти и многие другие вопросы обсуждают на первой республиканской неделе географии. В преддверии Всероссийского географического диктанта Якутия одна из первых дала старт недели. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Как и в любом деле, в географии важно не только говорить, но и делать. Поэтому на первой республиканской неделе географии в адрес Русского географического общества России разрабатывают предложения по проекту Жанетта «Титаник Арктики». Проект по поиску и подъему судна американского мореплавателя Джорджа Делонга уже вышел на международный уровень. Интерес к проекту проявил правнук полярного исследователя, который приезжал в Якутск этим летом. Впервые об экспедиции прадедушки на Северный полюс я узнал от мамы, когда она изучала различные документы, связанные с экспедицией. С тех пор эта история всегда меня привлекала. Приезд в Якутию никак не ожидал, но для меня это большая честь вступить на землю, где был мой прадед, где его исследования стали достоянием российского народа. Главная цель проведения недели географии – привлечь внимание к географическим знаниям, в частности, обсудить перспективы проекта «Мой родной край». Состоялся вебинар, где присутствовали многие районы. Обсуждали как раз создание учебно-методических комплексов «Мой родной край». В девяти районах созданы полностью ОМК – это программа, учебные пособия и атлас. В двух или трех районах есть неполные ОМК. Говорили на неделе и о географическом образовании. По мнению экспертов, для повышения качества знаний необходимо увеличить количество часов в школах. Если раньше урок географии был 16 часов в неделю, то сегодня это 8 часов. Тем временем объем учебной программы не уменьшился. Завершится первая республиканская неделя географии традиционным всероссийским географическим диктантом. Акция, стартовавшая три года назад, состоится 26 ноября в 12 часов по местному времени. Собираемся активно участвовать. Если разобрать задания, то можно сказать, что их можно решить. Есть, конечно, вопросы с подвохом, но особенно, мне кажется, учащиеся затрудняются в вопросах с масштабом. Есть такой вот вопрос. В столице республики жители смогут проверить свои знания на 103 площадках. К тесту планируется привлечь более 9 тысяч человек. Это на треть больше, чем в первый год проведения географического диктанта в Якутии, когда республика стала лидером по количеству участников, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Тем не менее, в этом году организаторы и участники акции намерены работать на качество.